Самое главное в жизни каждого родителя – дети. Веселые, счастливые, радостные, здоровые. Вот сегодня мы и поговорим о здоровье детей, точнее, о здоровье их глаз. Дело в том, что тема дефектов зрения у ребенка деликатная и серьезная. На вопрос, почему, врачи-офтальмологи Медицинского центра «Новое зрение» отвечают, у некоторых заболеваний нет явных и заметных симптомов, поэтому родители могут упустить тот важный момент, когда уже нужно действовать. Чаще всего это происходит, когда отставание зрительных функций от возрастной нормы выявляется врачом в период прохождения профилактических осмотров перед обучением в школе. Часто бывает, когда ребенок не жалуется, мама не замечает никаких нарушений, ребенок активный, бегает, прыгает, но при осмотре у офтальмолога, когда идет проверка зрения каждым глазом в отдельности, замечаете, что один глаз, например, отстает по функции другого. В данном случае обязательно нужно своевременно выяснить, на самом ли деле это так или это просто погрешность обследования. И если действительно подтвердится отставание, то есть снижение зрения, выяснить причину, из-за чего это случилось. Родитель должен привести ребенка на осмотр, определить диагноз, определить причину, и доктор должен подробно объяснить, желательно, чтобы присутствовала вся семья, и мама, и папа, чтобы в семье было единое понимание вот этой существующей проблемы. Должен доктор определить программу лечения и, соответственно, назначить очковую коррекцию. Я хочу сразу обратить внимание многих родителей, для которых ношение очков является какой-то совершенно сложной, тяжело принимаемой проблемой, что очки – это не на всю жизнь. Мы должны научить ребенка видеть, как ходить, как говорить, научить видеть. И если этой проблемой не заняться в первые 10 лет, то эта проблема может остаться на всю жизнь и повлиять, соответственно, на выбор профессии, на качество жизни, на многие другие стороны уже взрослого человека, на его жизнь. Поэтому мы всегда готовы помочь. И детские отделения в сети клиник «Новое зрение», они как раз-таки работают над этими проблемами. К нам приходят дети с 3 лет. Это означает, что могут обратиться семьи, где несколько детей, где уже имеются проблемы со зрением у старших детей в семье для того, чтобы своевременно диагностировать возможные отклонения у детей, которые только-только приходят на первый осмотр. Алена Криштофович со своей дочуркой Ксенией обратилась «Новое зрение» не случайно. Стала замечать, что ребенок плохо видит. Это подтвердили в детском садике. Молодая мама забила тревогу. В садике стали замечать, что она плоховато видит, нечетко. Ну, у нас как бы у родителей есть проблемы с этим, поэтому решили приехать, сделать полную диагностику, обследоваться. Но сегодня и мужа сразу обследуем, нам поставили астигматизм, как бы моноследственное, да. Поэтому решили полностью обследоваться. Просто плохое зрение. А ты нечетко видишь, не все куклы рассматриваешь? Куклы рассматриваю. А что плохо видится-то? Что-то мелкое, кто-нибудь мелкое. Ой, Ксюх, наверное, ты много в телефоне сидишь, с гаджетами играешься. Ага. Есть такое? Угу. Есть такое. А что хочется, чтобы доктор помог? Хочется что? Видеть красиво? Очень хочется хорошо видеть. Это очень правильный подход, отмечает Светлана Бугаева, которая знает о детских болезнях глаз все. Ведь стаж работы в этом направлении 20 лет. Опытный доктор отмечает, что в новом зрении ведется прием деток, начиная с раннего возраста. Для этого в клинике есть все необходимое, включая современные методики выявления проблем со зрением даже у малышей. Первый осмотр ребенка, проверка зрения должна проводиться в возрасте 3 лет. И даже если в этом возрасте не все дети хорошо говорят и смогут ответить, назвать картинку, у нас есть тесты для невербальных детей, когда ребенок может показать. И мы можем даже определить зрительные функции достаточно точно по предметодике и предпочтительного взора по специальным тестам, которые приняты в Европе. То есть мы вооружены достаточно полным арсеналом современных диагностических методик. Главное в процессе любого лечения поставить правильный диагноз, то есть выявить проблему. Для этого в Медицинском центре новое зрение есть все – опытные специалисты и современное диагностическое оборудование. Комплексное обследование включает в себя визометрию, определение остроты зрения, определение рефракции и характера зрения с помощью различного рода тестов, определение объема движения глазных яблок, определение угла косоглазия в градусах и призматических диоптриях, измерение внутриглазного давления при помощи пневматонометра, биометрию и биомикроскопию глаза, кератотопографию, осмотр глазного дна в условиях медикаментозного расширения зрачка. Я с гордостью могу сказать, что во всех названных вами филиалах имеется абсолютно одинаковый современный стандартный набор всех необходимых диагностических тестов, необходимого современного оборудования, которое, обязательно стоит заметить, меняется каждые 2-3 года. Но особая гордость – это наши квалифицированные врачи, которые владеют и методами данными, и они знают особенности детской психологии. Мы стараемся проводить обследование в игровой форме, доступной ребенку, то есть мы стараемся всегда учесть его зрелость, эмоциональный фон, чтобы это было для ребенка даже, можно сказать, посещением клиники, как праздник. И чтобы он ушел от нас обязательно с хорошим настроением и с бонусом. Да, бонусы у нас тоже предусмотрены, особенно при повторных посещениях, когда мы видим, что ребенок старался, был мотивирован, допустим, закрывать глаз, носить оклюдер. Мы поощряем таких детей. С какими заболеваниями у маленьких пациентов сталкиваются чаще всего доктора нового зрения? Чаще всего бросающаяся в глаза патология – это, естественно, неправильное положение глаз, косоглазие. И чаще всего именно это является поводом для того, чтобы мама привела ребенка на прием к глазному доктору. Наша задача состоит в том, чтобы определить, действительно ли имеется косоглазие, потому что не каждое кажущееся маме отклонение глаз является косоглазием. И если это действительно так, то, естественно, определить причину, из-за чего это косоглазие возникло. То, что родители могут просмотреть, это ленивый глаз, амблиопия, потому что, опять же, чаще косящий глаз, но иногда и прямо ли не настоящий глаз, может существенно вставать в зрительные функции. И вот эта проблема, которая очень типична для детского возраста, должна быть обязательно исправлена своевременно, то есть в максимально короткие сроки. Очень часто приходится отвечать на вопрос родителей, откуда это взялось, хотя родители забывают, что в детстве у них тоже были проблемы, они могут повторяться, они могут быть немного более сложными, они могут сочетаться, то есть по разным генетическим, как говорится, аспектам, но стоит отметить, что тот современный арсенал и оборудования, и методик, и наших знаний позволяет нам достаточно профессионально справиться, и наши дети имеют достаточно хорошие результаты. Какие вот правила, на твой взгляд, должны соблюдать все дети, чтобы зрение было стопроцентно? Ну, надо меньше смотреть мультиков, есть, хорошо питаться, а про первых признаков надо обращаться к доктору. Да, действительно, все родители должны помнить, что при первых симптомах следует обращаться к доктору. Помощь специалиста позволит успешно вылечить детские глазки, а потому плановая проверка зрения ребенка – это забота о его здоровом и счастливом будущем. Офтальмологи нового зрения не только проводят профилактику и лечат, но и несут образовательную функцию. Уже скоро, 14 июля, в медицинском центре «Новое зрение» пройдет день открытых дверей. Каждый родитель, у которого есть вопросы к докторам, сможет их задать и получить компетентный ответ. Приглашаем в полном составе семьи, детей, чтобы вы могли посетить нас и посмотреть, как организована у нас работа, какие есть возможности, и протестировать своих детей, посмотреть, насколько хорошо они видят. Приходите, мы будем очень вас ждать.